Время 20.07. И вот тут у нас как раз есть местечко, где можно посадить эти ягоды, прикрытые картоном. Кроме картона еще ленориумом. Вот тут рядок, сейчас мы с вами организуем. Подвинем чуть-чуть. И вот под камешком червячишки трудятся. И начинаем делать лонки. Вот как видим, прекрасно. Картоном съедим почти что весь. Видим деятелей, которые этим делом занимаются. Поволоченько, конечно, раздавим. Вот. Видим, вся почва в таких отверстиях. Ну и вот червячишка здоровенный. Сажаем первый костик. Ну вот, видим как бешено крутится без нагрузки наш ветрогенератор. Так. Первый кустик пошел. Второй тоже пошел. Третий. Додвинем камушек. Так. Вот видим, червячишки трудятся. Так. Присыпаем. То, что посадили сразу же. И, конечно же, нужно полить. Понесу ведерко и сделаю это. Ну, вот эти все ленточки. Сухие веточки от малины. Это все прерогатива моей подруги. Она любитель все это дело собирать и кочки складывать. Я уже в нужное место эти кучки перетаскиваю. Ну и вот так вот идет процесс посадки. Вот так вот. Ну и вот. так половина посажено 4 из 8 надеюсь вам все понятно как моя подруга пополняет наш ассортимент сортов клубники 802 и вот наглядный пример того что делать отверстие чтобы вот так как в этой канистре червячки не утонули конечно несколько часов они могут существовать воде но не более того зачерпнуть нечем дождевая вода собралась и поле вот там есть емкость освободил еще одно ведерко из-под кофе и как раз поливаем из него посаженную клубнику сам сам самогущий кофе привлекает червячишек к месту высадки к корневой системе и вот видим тут как раз следы пребывания моей подруги ведерко наполненная ленточками и кучка наломанной малины но я уже знаю куда применять ту или иную кучку и тащим эти ленточки в теплицу так емкость надо поставить и пошли затракать и заодно ветерогенератор подключим к аккумулятору он зря не молотил 6 мая время 10 часов температура уже плюс 6 градусов я поднял покрытие в одном ряду поскольку мне нужны пустые ведра под под щебенку я решил кофе сразу использовать но для этого нужно сначала пролиски извести и вот таким образом их выбираю или выщипываю после чего закладываю междуряди прям вот так с локовицами сорняки которые здесь оказывается тоже идут междуряди и после этого привезенный кофе пару ведер здесь рассыплю в рядок на него листья и снова завожу сверху вот этой синтетикой время 1007 вот видим в междурядях вся клубника вымершая и старые кустики их видно червячишки полиски с корнями выдраны все лежит междурядях и теперь просто беру и раскладываю здесь кофе вместе с фильтрами вот так чтобы было а сплошное покрытие и тут же по ним хожу не стесняясь вот она ведра хватает на 5 метров погонных 10-литрового ведра на 5 погонных метров грядки ну а теперь беру мешок с листами и точно таким же образом раскладываю его на выспанном кофе первый мешок пошел в 보세요 вы в но вы 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 синтетику сразу ведерко складываю какие мокрые листья с них прямо-таки течет и вот первый мешок пошел раскладываться на кофе на пролежки на дуванчики которые тут выдрал незабудки вот с таким темпом производится утилизация листьев которые я привез из города осенью и на этом все вполне достаточно снова берем ковровое покрытие раскладываем его сверху на выдранных одуванчиках пролежках и незабудках и чтобы ветром не сдуло края придавливаю камнями первый лист лег синтетического покрытия и теперь на него продолжаем дальше второй это следующий этап моей физкультуры которая предназначена для обеспечения урожая клубники ну и все камешком это дело придавливаем вместе соединения теперь эти ковровые покрытия никуда не улетят так снимаем следующее покрытие убрал камни вот видимо сколько тут под камнями червячишек и то же самое проделываем с очередным рядом вот видим друженики здесь везде требуют давай жратвы так усаживаюсь на свой любимый ящик и выдираю сорняки ничего не осталось ни от листьев ни от картона ни от кофе вот тут где посуши тут листья немножко остались вот видим ну все рассыпаем следующее привезенное ведро в кофе и на него соответственно очередной мешок с листьями вот так что вот теперь пролезки с семенами сюда пошли обязательно чтобы семена не оставались в междурядьях вернее в рядке клубники а были междурядья тут все это будет червячишками съедено много семян этих главное семенные коробочки убрать теперь следующий мешок с листьями поскольку предыдущий уже пустой и раскладываем его время девять двадцать очередной мешок с листьями вытряхнул и прямо на пролезки на кофе выкладываем эту органику которая в следующей весне превратится в биогумус итак видим что вместе со съемкой а на 10 погонных метров ушло около получаса если не снимать ничего то естественно все происходит гораздо быстрее ну вот и все следующее покрытие ковровое можно укладывать междурядья клубники да да ну вот завершена очередная подкормка междурядья клубники и очевидной камень ложится на соединение места коврового покрытия ну и освобождается место место о печали очишки для подкормки следующего ряда как видим идет любая синтетика вот они здесь красавцы он их и и и и и и и ну и вот я увидел отверстие здесь сразу сюда в это отверстие пойдет канистра урины мысли мочи смысле мочевины качество удобрения и одновременно отпугивание может быть даже и гибель кротов уж очень они это дело не любят так просто выщипываю коробочки ну там где удираются лукавица прекрасно где нет бог с ним так берем запасенные зимой добро в канистре и в эту дырку вот оно отверстие только червячейших надо подальше отсюда они погибают от мочи ну вот не хочет берем нашу копалку и нащупаем ходы крутого если не есть вот таким образом вот 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 оно отверстие чешку выбираем ленточки тоже и видимо даже моча такой мороз вот одновременно с удобрением и изгоняем кротов так убираем следующее покрытие и раскладываем очередное ведро кофе пол за выдраным клубням луковичком пролисок вот старые клубники они сами выходят из почвы это выталкивает корневая система у них уже слабо у старых кустов и морозом их просто-напросто выталкивает на поверхность и они тоже идут между ряди в качестве удобрения вот если такие незабудки есть корняки они тоже идут сразу же между ряди вместе с пролиском и другие виды травы тоже идут между ряди вот так вместе с корнями все будет съедено червячевскими к следующему сезону весеннему так ну и пошли за очередным мешком с листьями за третьим третий мешок с листьями вытряхнут и начинаем с вами раскладывать его на между ряди примерно 5 сантиметровым слоем прямо по незабудкам выдраным вот по пролискам из кустов клубники которые торчат видим сколько тут семян взошло в листьях от этих деревьев от кленов и прочих очередной ряд листьями заложен и и покрываем его сверху как и предыдущие ковровым покрытием придавливаем его кашки камешками с соседнего вот так вот ну и само покрытие с соседнего тоже забираем и идет у нас следующий ряд вот видим тут картон еще не съеден полностью на труженике в наличии вместо рубероида вот здесь ковровое покрытие рубероид испорченный пойдет в теплицу на покрышке вот так вот все крупничка поправлено и снимаем очередное покрытие коврово перекладывая его на предыдущий ряд и теперь точно так же перекочевывают камни и 10 56 и я вот хотел взять здесь линолеум для коврового покрытия и увидел вот так приподнятую землю вот видим кочки и что это значит здесь крот ему и ходить особо не надо вот они отверстия так убираем синтетику откидываем червячишек на которых охотятся эти вредители вот видим ходы ну и зима у нас проходит плодотворно каждую неделю производится 10 литров ночи от двух человек и соответственно получи фашист гранату гранату вот видим прямо как ход идет так по этому ходу и видно как уходит мочевина вот вот сюда вот сюда еще так не прошло ну туда где пошло прольем вот вот видим ходы все соединяются ну вот еще сэкономим на сколько питьевой воды не ушло в унитаз и сколько изгнано вредителей с нашего участка и подкормлено мочевиной и клубника и кусты и деревья в общем не считая запаха родного никаких недостатков в этом способе нет ну что ж раз уж мы вскрыли это междурядье и подкормим его вот они чарльчишки вот они ленточки остались от картона и от листьев почти ничего ну теперь пошли пролески и прочие сорняки чистотелы и запутки с диванчиками с диванчиками пока тучи ходят в икру до около нельзя терять времени и все вот эти семенные коробочки прорисок обязательно нужно собрать и и вот это все голубизну уложить либо на сбраживание но сейчас холодно ничего сбражаться не будет либо просто в междурядье ну и вот таким образом освобождаем костики клубники от засилия прорисок вот видим какие с корнями выдираются те с корнями какие просто семенные коробочки значит просто коробочки но вот это безобразие можно конечно в успешном порядке убирать вот на ваших глазах полонный метр цветочков собран полметра на одной на одном редком или редкие клубники полметра на другом Убираем сорняки из рядка и удобряем в междуряде. Ни в коем случае нельзя оставлять эти семенные коробочки. Ну, красота кончилась, пора заниматься урожаем. Что я и делаю, лая погожий солнечный денёк. Вот ещё на полметра продвигаемся. В каждой семенной этой коробочке десятки, если не сотни очень мелких семян. И, в общем-то, пролезки пушкиния, нарциссы, всё это инвазивные растения, крокусы. В общем, все луковичные должны быть вот таким образом своевременно обезврежены и пущены на удобрение. Так, крутимся на ящики и делаем то же самое, но уже сзади себя. Вот прям над листьями поднимут вот так раз и все семенные коробочки вместе с листьями оказываются на ящике. Так, продвигаемся. Вот, видимо, вытолкнут куст клубники, значит, старый. Ну и всё, и функцию уже урожая он снял. Теперь будет выполнять функцию удобрения тут же между рядами. Конечно, обычно делаю это в перчатках, но ничего страшного. Но, чтобы снять ролик, нужно и руки вымазать. Извините, что отрубал ваше время. Это только, чтобы показать, сколько его уходит на то, чтобы освободить квадратный метр. Вот видим, вот здесь все было голубым, как вот тут. А теперь чистенькие кустики клубники. Не буду больше вас задерживать. На этом всё пока. 11.40 и тут же сразу целый ящик этих руляшек высыпаем в междуряде. Сверху на него пойдёт кофе. А на кофе листья, а на листьях снова вот это ковровое покрытие, по которому я продвигаюсь. Время 11.53, но не кушать не хочется, не спать. Вот видим, сколько тут червячишек под картоном. Тут тебе и проволочник. Но проволочников я сразу рву пополам. Он же, в отличие от червя, не выживет при таком отношении. Ну и вот таким образом продолжаю удобрять междурядье. Вот так. И сразу же можно накрыть это дело. Чтоб зря не сохло. Ну и пойдём дальше по рядку. Как видим, засилие пролесок. Вроде бы идёт, оказывается, на пользу, когда их разумно использовать. Тут же, можно сказать, сидираты на месте выращиваются. Ну и вот видим, биогумус червячишки выносят вот сюда. Там, где воздух, там где вентиляция, туда они и ходят в туалет. На том месте, где едят, они не гадят. Выносят всё на клубнику. Ну, движемся дальше. Чистотел. Почему тут только нет. Но сегодня не поспишь, потому что с одной стороны косят, с другой стороны сверлят, с третьей стороны трактором копают яму под кессон. Так что до победы сидим на ящике и, пользуясь солнечной погодкой, выдираем пролески с максимально возможной скоростью. Время 12.47 и вот это голубое засилие, как видим, уничтожено на большей части участка. Теперь заложено всё в междуряде, присыпано кофе и теперь осталось только заложить сверху листья. А тут ещё и кофе нужно заложить. Слава Богу, у меня запас всего достаточен. Одеваем перчатки и раскладываем листья. Время обеденное уже прошло, я ещё не обедал. И шесть ведер кофе, шесть мешков листьев. И голубое засилие проросок на основной части я одной плантации завершено. Осталось совсем немножко, но это уже будет после обеда. Время 15.25 и с 9.00 до 15.00 в 6.00 часов. Ну, час на обед, час на другие там. В общем, с 9.00 до 15.00. Чистых четыре часа. И, как видим, ни одной пролески, ни одного синего цветочка. Восемь ведер десяти литровых кофе ушло. Шесть мешков с листьями. И посмотрим, сколько канистр. Семь канистр ушло на то, чтобы шугануть котов. Где я находил отверстия. И в основном, как видим, удобрение для клубники и корм для дождевых червей. Заложены. Теперь можно заняться картошкой. Вот нашел еще тут пять секций. Пойдем сужать картошку. Пойдем сужать картошку. Пойдем сужать картошку. Продолжение следует... Продолжение следует...